Это Утренний Фрэш, друзья, и мы продолжаем его с нашей постоянной рубрикой Экстра Вёрджин. Рубрикой, где мы отжимаем всё самое интересное из свежей прессы. Ну и начнём мы с чего? Конечно, с обсуждения личной жизни Екатерины Иваниловой. Ну так сказать, о ней нечего, то почитаем журнал «Антенна Теле 7». И там есть, пусть не о личной, но о жизни от любимого нашего актёра Кьяну Ривза. Кьяночку наш Ривз, да, вот как снялся, я помню, в «Матрице», понимаешь, вся Россия его любит и с нетерпением ждала и ждёт в России. Вот он приехал. Разработал он коварный план, чтобы пробраться в Россию тайком, чтобы никто не знал, никто не заметил. Я думаю, что чёрную кепочку одел, чёрными оточками прикрылся. Бизнес-класс уселся и летел. Скромно, скромно. Было 15 часов, 15, его ждали в аэропорту поклонники, и уж когда, собственно говоря, схватили, вот, то начали тут же фотографироваться. Откуда-то взяли гитару, вот, судя по фото. Ну, 15 часов что было делать? Ну, понятно, джаз-бенд организовать целый можно. Ну, и, в общем, прилетел, оказывается, Киан Ривз на съёмки фильм про Сибирь, едет он туда с ролью некого торговца бриллиантами, драгоценностями, вот, но не очень, вероятно, чистого на руку дельца. В общем, в Петербурге проходили часть съёмок этого фильма, туда он и прилетел, там его и встречали в аэропорту, и вот меня поразило, что 15 часов можно ждать любимую звезду. Ну, ты бы сколько ждала, например, своего любимого Лени Кравицы? Ну, два часа. Два часа. Вот так вот, таким размером измеряется любовь Екатерины Иваниловой. Два часа, и из сердца вон. А вот люди есть, которые гораздо-гораздо усидчивее. А ещё почему-то всем звёздам Голливуда приписывают, и даже не Голливуды, даже, по-моему, президенту нынешнему США, приписывают какие-то романы с российскими девушками. Потому что все знают, что русские девушки самые красивые, способны очаровать даже Кьяну Ривзу. Секундочку. Самые красивые нормально, способны очаровать нормально. Чё ж они думают, что прям бросаются-то они на этих американцев? Ты не бросалась тут на американцев? Я, причём здесь я? Ты русская девушка. Не очень. Одна штука. Всё понятно, не очень русские девушки не очень бросаются на американцев. В общем, думали, что у Кьяну Ривзу тоже романчик. А оказывается, эта румынская актриса тоже прилетела здесь поконкурировать с россиянками. Зовут её Анну Улару. Она партнёрша Кьяну Ривзу по фильму. Так что всё нормально. А это она, как жена декабриста, едет в Сибирь. В Сибирь именно так называется новое кино, которое снимается. Вот я думаю, в Питере же, конечно, не комильфо с погодой, да, там вот как-то вот не очень. А как же он, бедняга, в Сибирь-то потом поедет? И если его поклонники в Сибири тоже будут ждать 15 часов, они же замёрзнут. Слушай-ка, он в надувном пузыре, в какой-то непонятной жидкости в матрице жил, и ничего. Лучше в Сибирь, я думаю, в Сибирь. Следующее издание на очереди комсомольская правда Ярославль. Что же пишет комсомолка? В Ярославле появился фуд-фетишист. Друзья мои, поясню. Фуд — это ноги. Фетишист — это тот, кто любит, как выглядит что-то такое вот, да, связанное с ногами. В общем, мужчина выманивает фотографии обнажённых ног у доверчивых девушек в соцсетях. Как засекли-то парня-извращенца. Девчонка продавала туфли по 200 рублей в соцсетях. Ну, дёшево достаточно. А тут мне мужчина обратился. Я говорю, куплю у тебя эти туфли даже за тысячу. Только ты мне пришли фото своих ног обнажённых. Девушка обрадовалась в пять раз, да, свои какие-то старые лодочки продать. Интересно же. Отправила, и теперь ни денег, ни какого ответа, ни о том, что, слушай, ноги какие у тебя красивые. Не сказал. И уплыл в своё синее море. Пу-ку-ку-ку-шусь. Подожди, так оскорбила девушку что? Что он туфли потом не купил? Я думаю, ты понимаешь, девушка расстроилась, потому что мужчина реакции никакой не выказал. Если бы он сказал, у тебя классные ноги, а тут он ноги увидел и пропал. То есть он в шоке. Понимаешь? И поэтому, и она даже сама пишет, я вот имя, да, своё, корреспондента, не сказала, потому что стесняюсь перед мужем. Потому что если я мужу скажу, что я мужику ноги показала, и он пропал, вот, муж тоже вдруг посмотрит ей на ноги и скажет, слушай, пойду-ка я к Маху. И за финалем нашу потрясающую рубрику о печатных и интернет-изданиях обзором журнала «Ай Гоу Ярославль». Материал называется «Модное чтиво». И вы думаете, он напишет о том, что сейчас модно носить, например, туфельки, платьишки, юбочки? Так обычно все то же самое. А вот нет. Пишет он о таком важном. Слова закончились у Екатерины, а я все продолжу. Итак, оказывается, о моде можно писать. В смысле, есть писатели из мира моды, которые книжки издают. Ну, например, бывший редактор глянцевых журналов может многое написать об изнанке этих самых глянцевых журналов, о том, как делается мода, кто ее придумывает в конце концов. Конечно, оговаривается он, что это не сенсационное разоблачение, а повод поговорить о том, что происходит в мире моды. Вот такой вот замечательный Кристи Клеменс написал «Vogue Factor». Вот такую книжку. Так что, если вы любите моду и считаете, что не до конца знаете о ней все, почитайте эти книги, я думаю, будет полезно. А может быть и сами со временем что-то да напишите. А мы в нашей рубрике «Экстра Вёрджин» это, собственно говоря, озвучим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!